Привет, друзья! Так, я не знаю, что-то у меня уже у самого дежавю возникает, но какой день подряд я начинаю работу с телефона XR, и по-моему, вот даже красный опять же. И это у нас Total Destruction, когда расколошпатина вообще все полностью, здесь с разрывом даже идет по корпусу. Так, интересный, да, дэмэдж. Да, и телефончик у нас пришел из Самары. Самара. Так, так-так-так. Да, по стандарту давайте получим признак жизни. Здесь навскидку что можно сказать? Скорее всего, оторвало микрофон, ну, возможно, даже повреден разъем зарядки. Ну, понятно, что очевидные вещи это экран и корпус. Так, в остальном, вроде здесь, ну, динамик, если только еще пострадал. Ну, вот микрофон, есть вероятность, что микрофон оторвало. А это тоже дополнительное вложение, потому что здесь вот прямо разрыв в этом месте идет. Так, окей, давайте воткнем на зарядку и посмотрим признак жизни. Life Indicator. Так, ну и да, у нас должно загораться красненьким, но не загорается. Вообще нули. По прибору нулевочка. Скорее всего, разъем зарядки тоже поврежден. Так, попробуем зарядить беспроводным интерфейсом. В принципе, должно работать. Так, беспроводной Powerbank. Так, вот такая штука есть у нас. Ага, есть. Мигает, значит заряд идет. Но при этом у нас нет изображения, скорее всего просто экран убит полностью. Так, подождать. Ну, тоже так не очевидно на самом деле. Давайте уж разберем. В принципе, да так и так придется делать. И уже посмотрим по внутренке. Просто всегда стараюсь все в первородном виде, все зафиксировать, посмотреть, чтобы, так сказать, фронт работ определить. Ну, чтобы было наглядно очевидно. То есть вот так вот не мигает, вот так вот начинает заряжаться. Но это может быть долгая процедура и не очевидная в данном случае. Разбираем. Потому что винты зажало вообще. Обычно, да, такие вещи происходят. Ну, как бы своего веса, либо, ну, такого, да, простого падения, недостаточно для такого вмятия. Обычно это нужно придать ускорение, чтобы получить такой дэндж. Так, да, батарею вздуло еще. Это, как я обычно называю, такой, получила батарея компрессионный удар. Может быть даже не совсем компрессионный. Вверх ее, скорее всего, задавил и она повреждена. Так, так и так, друзья, да, немножко отвлекся. Да, у нас есть прямо сильное вздутие аккумуляторной батареи. Так, валятся здесь куски из телефона. Да, ну и в данном случае у нас может не брать заряд просто потому, что он, как бы, может не видеть батарейку. От этого у нас индикатор со стрелочкой не показывает красненького. Так, первоначально батарейка в любом случае взамену и она снимается. Снимем, поставим другую и проверим. Да что ж такое? Так, не дают спокойно поработать. Да, проверяем с другой... А, изымаем эту батарейку по-любому. Ее даже, даже если здесь телефон не сделать, ее нельзя оставлять внутри. То есть ее изымаем, убираем и проверяем с другой. Да, по разъему есть, конечно, сомнения. Мне безосновательный, потому что, ну, вот здесь вот так вот это все дело вжало, вдавило. Просто, ну, серьезный дэндж. Как говорится, серьезный дэндж. Так, интересно, да, ну, даже вот сильно очень поджало хлястики. Вот, и они просто, я думаю, что их не достанут. В данном случае применю спиртовую технологию. То есть размочу внутри и, соответственно, просто подниму. Хлястик здесь нет смысла вытаскивать. Он, он зажат просто очень сильно. Ну, кстати говоря, такой момент. Батарейка, когда в ней нет электрического тока, вот в таком вот виде ее можно прокалывать там безопасно. Но она должна быть уверена, что она разряжена полностью. Потому что если в ней есть заряд, может получиться обменное шоу. Так, да, конкретно у нас тут прямо она раскукоженная. Я вот не вижу, где место, место прокола. Потому что при нарушении вот этих электролитных слоев у нее происходит химреакция и вздутие. Ну, возможно, да, ее все-таки вдавило. Внутри это произошло. Тоже не исключено такое. Либо этот сам контроллер ушел уже туда в банку. Потому что его прям зажало очень сильно. Так, окей, это уже все. Это привет. Вообще, плата у нас, в принципе, максимально далеко расположена от места дэмэджа. И есть основания полагать, что она жива. А это основное. Эту всю мишуру мы заменим по необходимости. Так, батарейку чик. Экранчик. Так, и пробуем просто включить. Есть, яблочко. Да, кстати говоря, вот с чего начал вообще то, что сейчас идут XR, XR, XR. Как-то вообще вокруг них все это происходит, события последних дней. Не знаю, это уже как бы вот такая, когда вот она локальна, да, эта волна там одна, складывается, это волны, 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 и это складывается в тренд. Ну и да, сейчас все больше уже все-таки таких, как я говорю, что когда телефончик у нас новый, там с ним все бережно, там все в порядке. Ну вот как в данном случае, да. Телефон, судя по аккумуляторной батарее, 18-го года. То есть это ну с момента выхода аппарата. Наверняка он все это время служил и был в отличном состоянии. А вот уже когда устройство уже постарее становится, есть такой психологический момент, что мы уже с ним вот так вот обращаемся, ну и собственно вот это все. И да, по целой вот этой цепочке, ну это как бы логично, это массовое явление, и вот многие такие истории происходят. Чем дальше, тем больше. Так, у нас включается аппарат. Так, давайте проверим опять же реакцию и состояние нашего разъема зарядки. Нет, все, он в отрыве. То есть у нас нет индикации здесь, нет индикации здесь, все, ему привет, он в замену. Так, еще раз, на беспроводке. Да, есть реакция, заряжается. Так, на заблокирован, что возможно. Так, прежде всего, ну работа сенсора, это да, и к экрану, и в том числе и к плате относятся. Базовый функционал. Это у нас вызов на оператора. Есть, идет, окей. Так, 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 так. Так, проверим еще сим-холдер. То есть ставим сим-карту, потому что тут тоже немножко какой-то поджатый, зажатый. Так, нет, сим-карту не видит, но это, я думаю, что потому что у нас тут все-таки вот даже не вставляется ровным образом до конца. Скорее всего, просто в этом дело. Нет, не схватывает. Видимо, да, немножко уведем тут сторону. Ну вот в таком вот виде, да, поджат, зажат. Уведем, поведем. Так, окей, это мы проверим на разобранном состоянии еще раз. Так, 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 собственно, разбираем. Еще раз проверяем функционал в разобранном состоянии. Делаем. Ну и да, конечно, когда у нас речь про такие демиджи уже тотальные прям вообще, здесь вложений много, и мы делаем, как мы это называем, демократичное восстановление. Так, 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 опять отвлекся. Да, и что мы имеем? Нет у нас пароля, так сказать, пользовательских данных. Это мы не настаиваем. Проверим все, что возможно в таком виде. Ну то есть, ну допустим, если там фейс что-то неисправим, по общей массе еще в него вкладываться, ну может быть уже такое себе. Но я не думаю, что здесь есть основания за него переживать. Так, батарея, корпус, разъем, экран. Разбираем, проверяем. Так, да, сейчас хочу что сделать. Это, так сказать, вынуть все внутренности, разложить их на коврики, подкинуть туда весь вот этот навес и еще раз проверить функционал. В таком, так сказать, безоболочном виде. Так, есть, извлек плату. Ну и давайте все, что необходимо, на нее нацепим и еще раз проверим функционал. Так, новый разъем зарядки. Original. С микрофонами, ну единственное, что от черного телефона. Так, антенна нам понадобится. Так, ну и да, у нас динамик, по всей видимости, тоже в замену, потому что его прямо раздавило. И как это называется в них, вот как в динамике есть такая область, этот диффузор, или если я правильно ничего не путаю, то он просто деформирован довольно сильно. Ну тут вот, да, видно, надлом даже. Так, ну его меняем, да, да, окей. Вот так вот это внутри выглядит. Ну и да, вот тот отрыв микрофона, про который я говорил, это как раз таки из-за смещения корпуса. Ну и основная тема, это, конечно, у нас разъем зарядки. Ну и да, пострадавший у нас разъемчик вот так вот прямо выглядит. Честно говоря, вообще по-страшному. Не сталкивался с таким еще дефектом на нем. Ну тут да, что произошло, его просто компрессия издавила, перебила там достаточно одной дорожки, и привет. Так, это мусор, а мне нужна непосредственно GSM-антенда. Так, вот так, вот так. Сим-холдер подключаем. Сим-карту вставляем. Так, только надо не эту, надо другую. Так, батарейку в конце. Так, 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 что нам еще надо? Экранчик. Так, экранчик, экранчик. Ну да. Так, и вот получился у нас телефон iPhone XR в разложенном виде. Стартанем его с зарядки. Есть у нас красная индикация, заряжается. Так, уберем защитки с микрофонов. И делаем на него вызов. Так, да, друзья, тут отвлекаюсь, отвлекаюсь. Все нормально, у нас поймала сеть. Так, делаем вызов. И мне необходимо проверить микрофон. То есть буду говорить сюда, будет говорить отсюда. Оригинал. Так, все в порядке. Так, невероятно тут все происходит. Что-то вообще похлеще, чем понедельник. Так, все у нас в порядке. Базовый функционал мы проверили. Есть основания у нас собирать устройство. Собираем устройство. Так, да, есть у нас новые элементы. Так, есть у нас основа. Низ собрал. Что необходимо, поменял. Так, это все мусор. Ставим плату. Так, да. Прогул. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Так, да, друзья, небольшое отвлечение на текущие дела. Дотачиваем эстетику до финального состояния. И еще раз будем проверять. Так, итак, основа у нас готова. В лучшем виде, чем на новом. Собираю кранчик и проверяем. Так, да, друзья, все собрано. Сейчас еще не закрываю окончательно. Еще немножко попроверяем функционал. Ну и захопнем. Да, вот по таким моментам, допустим, вот как у нас есть вот такая вот вещь, как динамик, да, здесь попутно пришлось поменять. Вот эту вот антенну, она потому что уже вся такая поюзанная. Ну разъем, да, вот разъем он дорогой. И вот тут немножко добавим. Да, к чему? Вот такие мелкие вещи, элементы не добавляем в стоимость. Как правило, у нас есть какая-то, знаете, такая кучка там совсем поврежденных каких-то устройств, где в которых такие элементы, они живые, как правило, остаются. Но это как бы берется неоткуда попало, это все-таки может быть какие-то и в том числе и ваши устройства, которые оставляют, которые невозможно установить. Ну вот по такой цепочке они уже впоследствии помогают оживить какие-то, ну, другие устройства, в которых имеет смысл вкладываться. Из последних случаев прямо там была целая коробка всяких стареньких девайсов, там, начиная с пятерки и до семерки. Тоже человек оставил. Вот такие вот вещи прибеждаются. Так, ну и да, и к стоимости, по-честному, здесь не добавим владельцу, потому что, ну вот если его новый покупать, он, да, конечно, он там стоит денег. А если вот так вот, что называется, с какого-то донора, то нормально. Так, 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 да, похоже, еще у нас один элемент потребует замены, это вот Taptic Engine, его прямо долбит. Ну да, визуально не видно, но звук такой нехороший. Так, и давайте еще сделаем Алиолю. Так, есть у нас фибромоторчик, но это уже последствия сделаем. Так, в собранном виде, мне еще раз нужно проверить работу микрофонов. Раз, два, три, четыре, пять, проверка, громко связи. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, да, по микрофону у нас все отлично, да, выявили мы, получается, Taptic Engine. Ну да, его меняем, и в принципе у нас все окей. Тут нам более проверять особо даже, ну, как бы устройство заблокировано. Оснований полагать, что что-то другое у нас неисправно нет. Так, зарядку еще раз. Есть окей. Все в порядке. Так, моторчик меняем. И отправляем. Ну вот, в принципе, да, вот из какого состояния у нас телефончик еще послужит, на самом деле. Благо, что вот так его можно извлечь аккуратненько, не углубляясь в разбор устройства. Так, есть окей, моторчик поставили. Уже наношу, в принципе, проклейку. Еще сейчас разок проверим и закрываем. Так, еще раз финально проверим. Так, ну да, сейчас, в принципе, меня интересует, да, только моторчик. Ну и с ним все в порядке. То есть сейчас он тапает, как необходимо, все в порядке. Закрываем. Да, в данном случае, если обратить внимание, здесь выезжает уведомление о настройках, это сообщение о замененном аккумуляторе. Почему здесь не стремлюсь, как бы, спрашивать пароль, либо что-то, даже если, допустим, в этом видео у нас не работает Face ID. Вот, с владельцем мы обусловились, как бы, демократично восстановить, то есть по минималке вложения идут. То есть тут Face ID, как бы, конечно, функция нужная, но не критичная для работы. Даже если, в принципе, она не работает, то мы уже, ну разве что констатировать это, но там уже владелец сам посмотрит. Базовый функционал мы проверили, все у нас в порядке. Послужит. Так, все, друзья, это будем отправлять по месту исхода. Все у нас в порядке, отлично, ну вот, не знаю, да, история вот этого тотала, она на самом деле сложилась очень удачно. Так, надо не забыть симочку, это очень больная тема. Симки просто разлетаются по всей стране там раз за разом. Хе-хе, неоднократно уже такое было. Так, все в порядке, продолжаем. Так, да, друзья, продолжаем, как водится тематику, тематическую тематику. И у нас, ну вот как в данном случае у нас один телефон вызвал, это 10А. И теперь у нас будет аналогичный Total Destruction, конкретный Destruction, только флагманское устройство 12 Pro Max. И посылочка у нас пришла, да, коробка здоровенная, поэтому широкоформат включил. Посылка, да, не iPad, это ничего, это вот именно 12 Pro Max. Посылочка у нас из Краснодара. Краснодар и Краснодарский край приветуем. Рано или поздно мы до вас доберемся. Блин, нереально здоровенная штуковина, конечно. Это, я не знаю, ну это как планшеты есть уже, и коробка поэтому такая же. Так, и да, у нас разбит конкретно вообще перед, конкретно зад. Ох, нехорошая штука, ребята. То есть да, по расположению, вы все помните, что здесь у нас здесь, а здесь у нас вот здесь. И здесь как раз плата, и здесь как раз продавлена прямо сильно, очень сильно. Так, интересно. Да, и телефончик у нас Америкос. И именно по этой причине мы в данном случае никакую коммерческую замену не сможем предложить реализовать эту процедуру. Поэтому здесь у нас задача, да, установить признак жизни. И в данном случае после таких демеджей демократично восстановить. Но вот что-то у меня есть сомнения, здесь прямо продавило его вообще. Со стороны платы именно не очень хорошо. Область, это верхняя процессора. Это очень не круто. Память, процессор здесь находится. Такие ключевые узлы. И продавило, скорее всего, нету точной информации, нету точной истории. Но это как проехали как будто. Ну, видимо, что-то такое. Демедж колоссальный. Так, давайте по стандарту. По стандарту реакция на зарядку. Так, друзья, у нас, да, синенькая стрелочка, а должна быть красненькая. И у нас не подает признака жизни. Так, также проверим как XR-ку. Также нет признака. То есть когда нет у нас реакции на зарядку, это у нас говорит о том, что у нас есть замыкание по самой плате. И это не круто. Так, 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 так. Ну, давайте, да, посмотрим. Да, ребята, этот телефончик у нас немножко пообщался с владельцем. Полежит, все-таки подождет одного интересного варианта. Не хочу его сознательно вскрывать, потому как все-таки вроде как есть возможность его провести по коммерческой замене. Но немножко придется подождать. Наверняка покажем продолжение далее. Может быть, позже далее. Но вернется он к нам еще в видео. Пока в сторону его. Не хочу сделать ему вскрытие. Хотя тут, ну, есть серьезные основания полагать, что ему привет. То есть поднимать его не будет никакого смысла в плане ремонта. Потому что по плате есть проблема. И, соответственно, да, сначала изыщем возможность замены аппарата. Восьмерочка, можно сказать, ну, вообще в идеале, да, телефон. Но вот владелец пользовался 72 года. И буквально в первый момент пользованием появился вот такой дефект от удара. И была вот такая трещинка. Ну, и всю дорогу, соответственно, пользовались. Сейчас он у нас нами приобретен и будет искать нового владельца. Соответственно, поклеят сюда защитное стекло с полным покрытием. И никакого дефекта вообще не будет. И можно еще будет пользоваться вообще без каких-либо проблем. Еще и два года, и три, и больше. Клеем, выставляем. Ну, да, друзья, это лучший, на самом деле, вариант. Блин, ни защита сверху, ни каких вложений. И, опять же, это у нас получается не вскрывашка. Ну, вот сбоку, да, вот так вот видно, вне полезной области экрана этот дэмэдж. И он прослужил уже два года в таком виде. Послужит еще. Интересная стоимость. Так, друзья, да, продолжаем делать текущие дела, что называется. Тут небольшая задача поклеить стеклышко на часы. Интересная такая штука. Пару человек написало, что якобы седьмые часы, седьмая серия часов, не заряжается вот от таких вот разных сторонних зарядок. Ну, допустим, вот мы такую продавали довольно много. Зарядочка удобная для трех устройств. Это часики, наушники и телефон. И вот якобы семерка, седьмая серия, не заряжается вот на таких вещах. Ха-ха, прикольно. Так, да-да-да, это новый спиннер. Блин, трудно остановиться. Так, да, сейчас у нас придет там богатый наш человек один, у которого есть седьмые часы, у нас в коллективе. И мы проверим это дело. Так, сюда клеим стекло. Ну, кстати говоря, да, если это так на самом деле, то у нас есть интересное решение для этого момента. Тоже зарядка три в одном, но там как бы используется родной, ну, родной шнурок. И вот можно будет интересно посмотреть. Сейчас глянем. Так, и да, вот наш богатенький буратино с седьмыми часами. Так, проверяем. Часы как раз разряжены, заряжаются. Все нормально. Так, ну да, вот эта информация явилась дезинформацией. Ну да, я уже тут начал, думал, было выстраивать разные теории, как да что да почему такое происходит. Но, да, подумав, то есть сам, вот тут многие знают, у меня лежит много вот этих задников. То есть сама задняя часть, как бы, если бы это было так, то ведь здесь важно, чтобы сами часики поддерживали старые версии заряда. Соответственно, старые версии китайцы скопировали, то есть вот в таких вот вещах. Ну, я вот тоже думал, как это, как это, оказалось никак. Просто дезинформация. Так, ладно, сейчас подзарядим часики, полежат, окончательно убедимся. Седьмая серия. Так, ну и да, у нас часики стартанули. Все нормально. Дезинформация. Так, да, друзья, продолжаем. И вот ничего не придумываю, на самом деле. Все как обычно, как обычно, волновой эффект. И у нас продолжение тотальных серий. Перед, зад, одиннадцатый телефон. И не знаю, можно даже вот так вот сделать. Раз. Два. Это вообще по порядку прямо. Десять, одиннадцать, двенадцать. Тоталы. Я не знаю, прям так видео назову. Десять, одиннадцать, двенадцать. Тоталы. Да, и у нас выживший получается. У нас десятка выжила, одиннадцатый само собой выживет. Ну, все в порядке здесь, тут просто перед, зад, стандарт. Ну, и вот поэтому, да, у нас будет продолжение истории. Так, собственно, делаем. Что интересно, расскажем. Тут, да, телефончик у нас получается от местного населения. Функционал весь на нем проверен. И у нас задача демократичного становителя. То есть, да, обычно после таких, как бы, историй мы уже предлагаем. На самом деле, копии хорошие. И, как бы, за умеренные денежные средства восстановить в полностью рабочее состояние, в товарный вид, в новый вид, это, на самом деле, более правильно считаем. Хотя, кому как. Ну, да, телефончик у нас вообще в первородном состоянии. Это, конечно, не вскрывашка. Но получается, что это конкретная валяшка. И предыстория такая вот, что, на самом деле, тут какое-то вот было еще подобное такое же история. Что как-то прямо, ну, вот у нас сейчас там зима за окном, там снег, вот это все скользко, гололед. Буквально история заключается в том, шел, упал, очнулся. Гипс. Ну, да, вот реально, да, подскользнулся, упал там, раз потом из кармана достаешь, то есть даже не заметил, как удар там, либо что-то. Видимо, такое какое-то надавливание произошло, либо что-то, и вот такой привет происходит. Да, кстати, погоду за окном сейчас заценю, там красиво. Да, типичная история, и вот буквально как начинается, я не знаю, это как есть день жестянщика, да, такое понятие у автомобилистов. Но вот у нас тоже есть, на самом деле, такие вещи, это прямо, это волновой эффект, вот все один к одному идет. То есть смотришь, погода за окном испортилась. А, или летом еще бывает очень такое характерное явление, когда ливень происходит такой, знаете, неожиданный, прямо средь бела дня, что называется, после этого начинается с утопленниками. Ну, соответственно, да, где-то там люди в дороге попадают в дождь, в ливень, и привет. Так, основные моменты, аккуратно извлекаем батарейку, все это дело извлекаем, все переносим в новый корпус. Я думаю, да, многим забавно, интересно, вот, пронаблюдать, то есть вот мы делали для этого 10R, и схожесть вообще вот внутреннего расположения, она есть, она прослеживается. Но небольшие изменения, как я это называю, эволюции, в каждой модели они есть. То есть в каждой новой версии Apple улучшает какие-то, исправляет какие-то моменты, которые вот, ну, как бы, по которым она получает вот информацию о каких-то нюансах. Ну, и это все дело вообще очень сильно так изменено, ну, очень сильно эволюционирует, хотя, на первый взгляд, вроде бы все там же и на тех же местах. Не знаю, считаю, что это вообще супер круто, все продумано, да, мелочей. Да, плата у нас в идеале, при таком демедже она никак не пострадала, но это основное. Так, я в сторону. Так, я сейчас хочу вот здесь вот немножко вот это дело заклеить, потому что это будет все крошиться, когда мы будем снимать беспроводную зарядку. Так, да, вот снял модуль беспроводной зарядки, и вот в этот момент, если бы не было наклейки, прямо бы осколки бы туда провалились, наружу. И тут бы все было в этом стекле в невероятном. Но вот так вот все в порядке. Так, начну переносить низ в новый корпус. Да, ребята, низ у нас собран по красоте, все по канонам, все четко, все на месте, все отлично. Важный момент вот этот, не раз обращал внимание, то есть пока не притянул нижний разъем зарядки, важно понять, что он щелкает, защелкивается, и все четко. Субтитры сделал DimaTorzok Так, тем не менее, что у нас восстановление демократичное, но стараемся по максимуму. Все, что возможно, в первозданный вид, как никого и не было. Постулаты телодвижения, они неизменны. Хоть за недорого, хоть за дорого. Так, есть у нас основа вся готова полностью. Чик. Все отлично, по красоте, влагостойкую проклейку. Акваизоляцию нанесем, пока сделаю экранчик. Так, все у нас готово. Экранчик, корпус, все по красоте. Закрываем. Так, контрольно хочу проверить, посмотреть. Экранчик и все прочее включается. Так, есть, да. Все в порядке. И да, напоминаю, на 15-й системе все-таки распознается. Опять-таки, Apple стала распознавать замененные экраны. Но ничего страшного, здесь повисит 15 дней в настройках. Пропадет. Так, по функционалу у нас все окей, все в порядке. Экранчик окей, все хорошо. Закрываем. Так, все отлично. Так, сверху пленочку не буду убирать. Сзади убрал просто страшненькое. Ну все у нас вообще отлично. По красоте восстановлен аппарат полностью. Итого у нас результат. Два выживших, один в подвижном состоянии. Про него покажем продолжение истории. Ну и да, вот я думаю, что довольно прикольно было. Такие вот все моменты, как на подбор. Total destruction. И вот такой вот красивый вид послужит еще однозначно. Да в смысле послужит? Вообще супер круто. 11-й телефон. Космос. Так, да, я думаю, что локально пока что, как говорится, на этом, можно сказать. Пока что все. Всем привет. И всего... А, да, погоду покажу. Да, друзья, вот так немножко лицом к лицу, что называется. Да, хотя вот это погоду покажу. Ну вот такая вот интересная у нас погода. Тепло и холодно с утра. И гололед, и все вот это. И вот такие истории получаются с телефонами. Упал. Упал, очнулся. И привет. Да, 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 да. Вот так вот выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok